Продолжение следует... В общем, мы наконец проникли на выставку, охрана нас, правда, уже напугала то, что всех будут выгонять отсюда 7 вечера, на самом деле это полная ерунда, потому что все равно все будут застраиваться всю ночь. Вот эти люди, которые нас окружают, которых вы видите, они уже не спали, наверное, ночи две, и как бы... Я думаю, они нас ненавидят, потому что мы красители ночи все-таки более-менее, куда бедно спали. Хотя, на самом деле, самое интересное начнется завтра утром, нет, завтра утром все как обычно, выставка открывает свои двери, И тут выясняется, что, ааа, где розетка, нет розетки, или ооо, кто выпил 12 литров виски за ночь. Так, 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 вот там я видел такое помещение, вот я уверен, что туда очень-очень много посетителей будут просто молиться, чтобы туда попасть. Потому что там будет демонстрироваться одна из самых ожидаемых игр этого года. Потому что там... Люди нас смотрят ужасно недовольны, потому что мы ходим, на самом деле просто смотрят, там нам прикольно, весело. Они уже, то есть, которую неделю, которую неделю впахивают на эту выставку, чтобы все сделать круто. И еще будут походить всю ночь. И еще 4 дня. Ну, вот, собственно, сегодня 6 ноября, и вообще народу, то есть, практически вообще никого нет, сплошные журналисты, они уже все там тусуются, там, около входа курят. И вот Пейс куда-то лезет, и сейчас, кажется, его примут. Но в результате Пейса никуда не приняли, все нормально, это неудивительно, потому что вся милиция сейчас стоит на Игромире, играя в компьютерные игрушки. Ну, смотри, Спейс, короче, смотри, вот, Tomb Raider Underworld, вроде прикольная такая игруха, короче, а народу вообще, то есть, ноль, просто, ноль, вообще никого нет. Как думаешь, почему так? Ну, как, почему? Потому что нет баб. Баб нет, нет народа. Ну, вот, Спейс, смотри, то есть, здесь вот, короче, на стенде немало, то есть, он есть, короче, а народу тоже, как бы, не очень много. Как думаешь, почему? Ну, да, потому что все ушли, на самом деле, слушать презентацию Орловска, которую будет презентовать Allodaf Online сегодня, вот так. Ну, вот, собственно, в настоящий момент за этими дверями проходит презентация Allodaf Online, ее ведет лично Сергей Орловский и... О, Спейс как раз оттуда вышел, уже и там побывал. Спейс, ну и че, как? Ну, понятно, вы все увидите на наших дисках. Ну, вот, собственно, кстати, сегодня очень удобно смотреть там разные игры, закатить на разные стенды, потому что народу действительно очень мало. Вот, собственно, стенд Xenus 2, там Xenus and War, а с Квейс ты успел уже поиграть, но, как обычно, не будем ему мешать, пойдем дальше. Ну, а сейчас мы продемонстрируем вам, что нужно сделать, чтобы поиграть в World of Warcraft на Игромире. Сколько народу сюда пришло, это... Но это еще не народ, народ будет завтра. Завтра здесь будет примерно в полтора раза больше геймеров, а в воскресенье в два. Подолкнуться здесь сложно, здесь очень громко, все кричит. И очень много красивых девушек, ну, хоть какой-то плюс. Привет, это Игромир 2008, выставка, которая проходит в ноябре, зимой в России. Зима у нас начинается сразу после окончания лета, поэтому на улице очень холодно, там очень много людей, они мерзнут, но попадают сюда и согреваются в этой атмосфере Red Alert, Warhammer, Dragon Age. Если вы поняли, я просто читаю вывески. Вот, собственно, это выставка об играх, для тех, кто любит игры. Привет! Что тут нового? Нового тут мало. Прежде всего потому, что у Игромира очень неудачно подобрано время проведения выставки. И ноябрь, начало ноября, это то время, когда выходят все игры. И вот, например, в Лейпциге, Генск, конечно, проходит в августе. В августе тогда, когда есть много новой информации об ожидаемых проектах. А в ноябре игры либо уже вышли, либо вот-вот выйдут. И поэтому здесь можно посмотреть очень много игр нынешнего сезона. Чем хорош вот именно этот игромир? Тем, что здесь есть много PC-версий разных консольных, которые выходят прямо сейчас. Но PC-версии мы увидим нескоро. Это GTA 4. Здесь можно показать и PC-версию GTA 4. Это очень круто. Есть Burnout новый на PC. Есть Mirror Zed на PC. И еще эта выставка замечательная тема, что здесь показывают Alloda Online. Здесь впервые на стенде Лива Online можно поиграть в замечательную российском RPG Alloda Online. Мое мнение, на эту выставку стоит приходить либо с таким бэджиком, либо вот таким. Дим, что это такое? Ну смотри, одно из самых веселых помещений находится вон там. Там, короче говоря, бесплатно кормят, бесплатно поят. Если, короче, вообще от души веселятся, то проникнуть можно только-только вот по такому бэджику. На этом сидит вот тот мужик на входе. Ну а если у вас нет таких бэджей, как у нас с Димой, вам придется платить деньги. Постоять вот в такой длинной очереди на морозе, скучая, и ожидая, когда же вас наконец запустят в павильоны. Но в очереди было стоять не так скучно. Здесь рядом на стенде Бьюр ребята трехкачили на квадроцикл. Расскажите, пожалуйста, кто это, что он делает? Это Огонщик, его зовут Александр Иванов, обладатель многочисленных премий, победитель российских соревнований, участник международных соревнований. А это, собственно, стенд компании GameLand. В этом году он такой составной. Здесь есть и часть страны игр, и PC игры, и PC Gamer, если вы посмотрите вот туда, и даже GameLand TV. И вот люди-роботы еще есть. Компания Microsoft развернула на игромире настоящий призывной пункт. Вот здесь вот люди бреют, потом их ложат в грузовики и везут уже на распределительный пункт. Но на самом деле мы, как обычно, шутим. Посетителям этой тверюльни полагается приз. PC побрился? А что дает? На самом деле майку. Ты застал меня задуматься. А компания 1С на этом игромире выступила с огромным количеством действительно хитовых проектов. В первую очередь мы обратим ваше внимание на Fallout 3. Это абсолютно полная, абсолютно играбельная версия Fallout 3 полностью на русском языке. Озвучены все диалоги, переведены абсолютно все слова. Не знаю, это полностью игра на русском языке. И кроме того, самым громким, наверное, анонсом от компании 1С стала новая Kings Bounty. Сейчас она называется Kings Bounty. Принцесса в доспехах. Героиней игры теперь появилась действительно девушка. Не вот этот вот мужчина, заросший щетиной с мечом. Милая девушка с мечом, которая путешествует по игровому миру с ручным дракончиком. Которого, по-моему, зовут Драко. И он очень похож на этого зверька Стича из мультфильма диснеевского. Кроме того, здесь вы видите Ил-2 штурмовик. Я не знаю, по-моему, это какая-то версия Ил-2 для приставок, для Xbox. И где-то там вдалеке еще появились Капитан Блад. Вот игра, которая была в очередной раз, переделана совсем скоро. Она готовится к выходу. И это уже не тот Капитан Блад, который был раньше. И, наверное, еще у нас будет интересный момент. Это Мэджести 2. Это такая волшебная, не знаю, стратегия с элементами ролевой игры. Или ролевая игра с элементами стратегии. В общем, это будет действительно очень интересная, трехмерная, волшебная Мэджести 2. Для того, чтобы получить колявную сувенирку, там, не знаю, ручку, пейсболку, майку, люди готовы на все, что угодно. Заполнить анкету, обрить голову, обмотаться с туалетной бумагой, все, что угодно. Не дай бог в этот момент оказаться на пути этой обезумной толпы. Потому что все может закончиться очень быстро и достаточно плачевно. А на сцене Flashpoint организаторы решили подготовиться к отражению. Волгеймеров поставили станковый пулемет и возвели укрепление. Но судя по тому, что гарнизон составляет одна маленькая девушка с пулеметом, легко одетая, их план провалится. Компания Новодиск традиционно занимает, наверное, самое центральное место игрового павильона. Здесь, за моей спиной, вы видите офигенный, мне кажется, стенд игры Operation Flashpoint 2. Здесь постоянно были какие-то розыгрыши. Продюсер игры, который специально приехал в Москву ради Игромира, рассказывал об игре. Далее смотрим. Это Dark Sector и Bagration. Dark Sector, вы, может быть, видели на консолях Xbox 360. Сейчас эта игра выходит на PC. И Bagration, это такая очень крутая, хардкорная стратегия про войну. Танки, самолеты, пехота. Все очень здорово. И, собственно, третий стенд, это Mortal Kombat vs DS Universe и Willman. На своем стенде PC Gamer решил выставить старые игра-автоматы. Вот баскетбольчик старый. Потом гоночки. Можно железные рули порулить. Такое лицо в очках. По-моему, это Дима Эстрин, если я не ошибаюсь. Вот есть морской бой. Я посмотрел в перископ и делок нет. Это объясняет, почему ажиотажа здесь не наблюдается.